Приближается светлый праздник, День Победы, День Освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. В конце апреля, в канун этих праздников, в Севастополе стартует вахта памяти. Сегодня у нас в студии Марина Николаевна Гавриленко, председатель Севастопольского объединения поисковых отрядов. Марина Николаевна, будет ли в этом году вахта и в каком составе ожидается работа? В последние 30 лет, по доброй традиции, во многих городах бывшего Советского Союза, начинается международная вахта памяти, когда поисковики из регионов собираются на каком-то одном из мест, связанных с Великой Отечественной войной, и проводят массовые поисковые работы. Севастополь ежегодно принимает участие в этом мероприятии. Но в последние годы появилась особенность вахты памяти – очень тяжело получить разрешение на поисковые работы. И этот год не исключение. Более того, в законодательство в Украине пересматривается проведение поисковых работ, поэтому нам удалось включить вахту памяти 2012 года в мероприятие Севастополь. То есть она пройдет в плане всех мероприятий к празднованию 9 мая. К нам приедут два отряда из Белоруссии, по несколько человек. Московский отряд заявил себя и Белгород. Традиционно Днепропетровск, Калушта из наших городов. Может быть, кто-то из Киева приедет на вахту памяти. В этом году мы получили разрешение на работы на мысе Херсонес, поэтому решили стоять у стен 35-й батареи лагерем. Тоже согласие получено. И работы будут проведены на мысе Херсонес. Мы уже несколько лет не работали в связи с запретом на работу в тех местах. А сейчас вот такой массовый поиск останков будет произведен. Сроки, даты, когда стартуют? 27 апреля мы традиционно строимся на площади Нахимова. Стартует вахта памяти. Небольшой такой у нас будет сбор, митинг. И 28-го выезжаем уже на полевые работы. До 4 мая будут проводиться работы, потому что 4 мая на кладбище Великой Отечественной войны будет произведено торжественное захоронение останков. В этом году у нас останки 53-х бойцов. Среди них два именных Пашкевича Петра Петровича, 1915 года рождения, уроженца Николаевской области, обнаружили буквально несколько дней назад. И сейчас интенсивно идет поиск. Удалось связаться с РВК, которым его призывал. И нам сообщили, что у него было три сестры, которые после войны разъехались в разные города. Мы пытаемся их найти. Возможно, к захоронению успеют родственники приехать. Вы сказали, два именно гетона. Второй, Миша Иванов, нашли зеркало, на котором была надпись. Кто из Севастопольцев будет принимать участие в этой вахте памяти? У нас 146 поисковиков, 18 отрядов. Где-то 10 из них работают активно. Именно на полевых работах. Я думаю, что представители будут от каждого отряда. Конечно, это связано с основной работой. Будние дни не все смогут. Но я думаю, что в выходные дни будет собираться много людей. И у нас есть специализированные отряды военной археологии, которые обеспечивают нам сопровождение сотрудника Музея героической обороны и освобождения Севастополя и Херсонесского музея. Есть береговая оборона, которые занимаются очисткой дотов в районе, в регионе Севастополя. У них тоже своя работа продолжается круглый год. Но думаю, что все отряды будут представлены на вахте. Впервые за целый ряд лет, можно сказать, за десятилетия на вахте памяти не будет работы на втором кордоне Мехкензерского лесничества. Означает ли это, что к этому участку потерян интерес? Нет, безусловно нет. Просто, как я уже сказала, мы истосковались по мысу Херсонес, где у нас традиционно очень много лет лет проходила вахта, пока нам не запретили работать в этом месте. Поэтому только из-за того, что нам удалось путем долгих переговоров с командованием Черноморского фото Российской Федерации получить разрешение на работу именно на Херсонесе. Поэтому мы... И хочется россиянам показать. Они не знают, что такое кирка. Они работают щупами, больше в болотах, в черноземах. Они не знают, что такое поднять 5 метров ямы для того, чтобы обнаружить там долгожданные останки бойцов. Поэтому как бы еще и с этой целью, чтобы иногородние отряды тоже посмотрели специфику крымской поисковой работы. Объединение Севастопольских поисковых отрядов это не бюджетная организация, не прибыльная. И существующая, в общем-то, на добровольные пожертвования самих поисковиков, их родителей, их друзей, сочувствующих и примкнувших к ним. Да, к сожалению, это так. Кто сегодня оказывает хотя бы какую-то символическую помощь поисковикам? Ну вот Эксимбанк нам каждый год немножко оказывает помощь, перечисляя на насчет денег на питание во время вахты. Координационный совет под руководством Сергея Сергеевича Рыбака нас очень поддерживают. Они даже так нам привозят эту шоунку и гречку, прям как на фронтовые сборы. Вот. Морально. Моральная поддержка это тоже очень много значит. И спасибо жителям Севастополя, настоящим патриотам своего города, которые, работая на своих дачных участках, осваивая новые полученные участки, не забывают позвонить нам, когда обнаруживают останки бойцов. Вот. Это, конечно, очень здорово, потому что есть совсем другие люди, которые с удовольствием на этих костях фундаменты заливают. Ну, забегая вперед, могу сказать с полной уверенностью, что удаленность плацдарма Микензиевых гор защищала вас от любопытных глаз, даже добрых любопытных глаз тех, кто интересуется историей города. Здесь все-таки общественный транспорт будет подходить практически к вашему лагерю, и гостей у вас будет много. Будут приезжать люди с предложением помочь, помахать киркой, лопатой, кисточкой, совком. Будут приезжать просто посмотреть, а как же работают, что же за лагерь у поисковиков. Готовы вы принимать таких гостей? Да, вот в прошлом году летом приезжал отряд из Сургута, Журавушка, мы ставили их на полевые работы прямо на территории 35-й батареи, потому что там тоже еще большой пласт работы не поднят. И люди подходили, и вопросы были совершенно разные. От вопроса, сколько вам платят, до вопроса, а можно мне, а можно вот эту гильзу увезти, а вот можно... Там даже, знаете, вот осколок севастопольских землей, металлический осколок, вот это страшное эхо войны, люди с собой забирают. Я думаю, что это тоже одна из таких важных сторон поисковой работы. Один из полевых сезонов нашей с вами совместной работы в районе 35-й батареи на Херсеневском Мусу начался приблизительно 6-7 июля, как раз в годовщину, в дату, когда официально было объявлено о том, что советские войска оставили Севастополь. И вот тогда были подняты документы, говорящие о том, что поднятые вами останки, это останки воинов, которые вели бои после 2-го июня, где-то в районе 7-го, 8-го июня. То есть это последние бои. Да, впервые мы с таким фактом столкнулись, когда работали в Михайловской крепости. Мы поднялись в башню, в которой, в общем-то, после войны никто не был, и на стенах было нацарапано фамилии. Там страшные тексты. Здесь сражались и погибли, и дальше идут фамилии. Так вот там дата стояла 24 августа 1942 года. Хотя официально Северная гораздо раньше была как бы оставлена. Мы многого не знаем о войне, и это вторая сторона поисковой работы. Мы все-таки восстанавливаем факты неизвестных страниц войны. Вот историкам надо с нами тесно сотрудничать, а не придумывать иногда такое, что смешно слышать. Но вот тот сезон начался с того, что выжженная солнцем, летним июльским солнцем, земля в одном-двух местах зеленела, вероятно, свежей травой. То есть, ну, никак нельзя было объяснить, почему везде трава жухлая, а здесь зеленая. Поисковики работают не только по картам. Дело в том, что мы же не захоронения ищем, а мы ищем тех, кто упал на поле боя и остался незахороненным. Поэтому в какой воронке его накрыло, где он погиб, куда его товарищ раненого стащил, и там он умер, это предположить очень сложно. Ну, а по законам биологии трава любит органические соединения, поэтому там, где возможны останки, там трава зеленеет первой. И грунт там более рыхлый. Как я помню, тогда буквально первые 3-4 сантиметра и кости, и оружие буквально на поверхности земли лежало. То есть, там не было похоронной бригады, да никто не убирал эти останки. Просто присыпало во время взрыва, возможно. И кости в перемешку с оружием. То есть, люди погибали с оружием в руках, сверху заступали новые защитники. И так продолжалось, видимо, до последнего патрона, до последнего капли крови. Мы подняли, вот в прошлом году уже прошло захоронение, и буквально в канун 9 мая на Сапун-горе шла насадка новых деревьев. Подняли бойца, который лежал на спине, закинутый вверх рукой, в ней автомат. То есть, это освобождение. Он, знаете, вот сразу картина диорамы, где бежит боец с автоматом в руке. То есть, вот он так и упал, не упуская. На втором кордоне, по-моему, тоже вы делали съемку, вот так в кулаке были зажаты патроны. Это еще одна тема. Если 1941-1942 год, мы хоть можем найти какое-то гипотетическое объяснение, почему же не хоронили защитников города, то невероятно найти, трудно очень найти объяснение, почему в 1944 году, когда уже земля Севастополя была освобождена от оккупантов, почему освободители города оказались не захоронены. Вы знаете, это почему меня уже много лет мучает. Создается впечатление, что наше Отечество вообще не ценит наши человеческие жизни. Вот даже сейчас, посмотрите, сколько противников поискового движения. Люди-то лежат, ждут, у них еще медальоны, которые можно прочитать. Пусть пройдет еще 50 лет, я согласна, не нужно все время бередить память. Пройдет 100 лет, не останется ни одного живого свидетеля Великой Отечественной войны. Сгниют последние медальоны. Может быть, мы будем вспоминать об этом только в памятных датах, как мы вспоминаем Первую оборону Севастополя. Но сейчас, пока мы еще можем медальон прочитать, пока мы можем найти родственников, я ежедневно на электронную почту, получая одно-два письма. Помогите, помогите найти. Как я могу не отвечать на эти письма? Причем иногда абсолютно несложно получается. Поднимаем книгу памяти, созваниваем все архивы. Мы даже находим, в какой братской могиле он уже похоронен. Разве это не важно для людей? Сейчас уже внуки ищут. Внуки уже получили свою повсеколу, видеоролики, интернет. Все, они уже наелись этого. А как дед жил? Вот она фотография, вот он другой, на меня похож. Вот я считаю, что важно. Мы должны сохранить эту память. Мария Николаевна, я благодарю вас за участие в программе. Надеюсь, что наша съемочная группа побывает на вахте памяти, на открытии и в рабочие дни, в полевые, и на захоронение останков. Спасибо вам за интерес к нашей работе. Продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok